Господи, Господь наш, я точу на имя Твое во всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 2 сентября, понедельник, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из 2-го послания апостола Павла к Коринфянам, глава 5, стихи с 10 по 15, и вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое». Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестем. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. «Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня, в понедельник, 2 сентября, церковь предлагает нам отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфинам. И здесь опять мы видим извечную борьбу апостола Павла за свой авторитет, борьбу с его противниками, с противниками его благовестия. И вновь и вновь они пытаются пошатнуть в сердцах Коринфин, авторитет апостола Павла, в их глазах, воздвигая на него все новые и новые обвинения. И апостол Павел, если бы это не вредило проповеди, если бы это не вредило сердцам Коринфин, он бы не обращал на это никакого внимания. Но очень сложно будет снискать доверие людей, в которых кто-то по отношению к тебе заронил зерно сомнения. И даже если оно еще маленькое, оно может со временем прорасти. Поэтому апостол Павел спешит разуверить и убедить Коринфин в своей искренности и чистоте, дабы они в чистоте и простоте смогли воспринять дальнейшие слова апостола Павла о Христе. И в этом на самом деле сложность любого проповедника, сложность любого христианина, каждого из нас. Прежде чем людям говорить о Христе, говорить о Боге, мы должны снискать их уважение и снискать их доверие. Поэтому святые отцы всегда и говорили, что прежде чем заговорить с человеком о Боге, накорми, напои, утешь его, выслушай. И только потом, если это будет уместно, заговори с ним о Боге. Прежде всего нужно научиться слышать других людей и понимать их. И тогда мы сможем быть действительно полезными для церкви людьми, полезными для Бога людьми в контексте миссионерского служения. И апостол Павел – это яркий, прекрасный пример очень тонкой души и высокой культуры духа. И вот он говорит нам в 10 стихе. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». И этот 10 стих, он завершает ту речь из 5 главы апостола Павла, которая посвящена как раз-таки предстоянию на страшном суде пред Богом. И это все он говорит и в том числе потому, что он пытается показать, как он мыслит и Коринфянам, и пытается показать, что каждому предстоит предстать пред Христом, и апостолу Павлу в том числе, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Соответственно, если он так живет, если он так мыслит, то он, соответственно, и поступать должен. Поэтому если он так не поступает, то он либо абсолютный, тотальный лицемер, либо он не верит в то, что он проповедует. Но ни то, ни другое не подходит к апостолу Павлу, он действительно верит в это и искренне об этом говорит, и старается жить так, чтобы пристать пред Христом и получить по заслугам за доброе, а не за худое. Итак, зная страх Господень, 11 стих, страх Господень. Если мы откроем книги Священного Писания Ветхого Завета, то мы увидим, что этому понятию, этой фразе «страх Господень» посвящено довольно-таки много стихов в Ветхом Завете, и они обладают определенным весом в понимании, вообще в отношении человека и Бога, чтобы это понимать. Если мы откроем книгу притчей Соломоновых, то мы увидим, что написано там по-гречески «Археософиас фобус феос», «Начало премудрости, страх Господень». И действительно, страх не животный здесь имеется в виду, не страх запуганного животного или испугавшегося ребенка, а страх иного рода. Мы вразумляем людей, зная страх Господень. Апостол Павел знает страх Господень. Он знает будущую участь грешника и будущую участь праведника. И знает ее не во всей полноте, но достаточно хорошо понимает это, чтобы иметь страх Господень. Это не животный страх. Это страх боязни оскорбить любимого человека, больше связанного с этим. Оскорбить того, кого ты безраздельно любишь. И ты пытаешься уловить каждое слово этого человека, ты пытаешься угодить ему во всем. «Мы вразумляем людей, зная страх Господень», говорит апостол Павел. «Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестем. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем». И апостол Павел говорит о том, что посмотрите на то, как мы служим вам. Мы, вы являетесь нашей похвалой, а мы являемся вашей похвалой. И перед вами, говорит апостол Павел, на самом деле примеры людей высокой культуры духа, которые гораздо выше и действительно несут Слово Божие коринфянам, в отличие от тех, кто хвалится не сердцем, а лицом. Кто пытается казаться, но не является тем, кем он пытается казаться. Как говорит Игнатий Богоносец в одном из своих посланий, «Лучше молчать и быть, чем говорить и не быть». И апостол Павел на самом деле предпочитает молчать о своих заслугах. И даже когда он говорит о каких-то своих мистических опытах, он говорит о себе в третьем лице, надевая на себя как бы маску некого юродства. И далее апостол Павел говорит о том, что да, быть может лицом, то есть внешним видом, мы не так привлекательны, не так притязательны, то есть картинка не такая притягательная. Но если вы посмотрите на наши дела и на то, как мы совершаем наше служение, вы увидите эту красоту. Мы те, кто хвалимся сердцем, а не лицом. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. И действительно, коринфяны могли не понимать апостолов. Порой не понимали апостолы Христа. Коринфяны могли считать их в каких-то моментах безумными. И когда апостол Павел говорит, что мы действительно безумны, то безумны мы для Бога. А когда мы скромны, то есть не претендуем на какую-то славу, на какой-то внешний пафос, мы скромны ради вас, для вас мы так скромны. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскрешивая. Действительно, мы живем жизнью Иисуса Христа. И в этой смысле мы не принадлежим себе. И все, что мы делаем, мы делаем ради Бога. Это очень важно понять, потому что все мы это исповедовали, когда крестились. Во время крещения читается послание апостола Павла к римлянам, и там есть эти слова. Слова о том, что мы умерли со Христом, а Христос умер для греха и живет для Бога. Так же и вы почитайте себя умершими для греха и живыми для Бога. Здесь проводится та же мысль. И в этой мысли заключена великая любовь Божия по отношению к человеку, что Он единородного Своего Сына отдал за каждого из нас. И так же и мы должны рассуждать, и тогда любовь Христова будет объемлить всех нас. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться, обращаться молитвенно к Богу. Помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, воскресшим Господи, и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова